Инструктор Центра тактической подготовки «Архангел» позывной «Гера» проверяет, как бойцы использовали турникет. Он отлично подходит для самопомощи. Казалось бы, не сложная конструкция, но и здесь есть свои тонкости. Все должно быть доведено до автоматизма. В экстренных ситуациях времени на долгие раздумья нет. Счет порой идет на секунды. Особенно при сильных ранениях с обильными кровотечениями. Во время занятий происходили имитационные взрывы гранат. Все максимально приближено к реальным боевым действиям. Было обучено большое количество ребят военнослужащих. Оказано помощь в плане сбора аптечек. Также имели возможность поработать, помочь в госпитале. Оказать помощь в приемном отделении. Лишние руки никогда не мешают, потому что работа есть, надо помогать. Есть где трудиться. Ребята военнослужащие искренне благодарят за помощь, за переданные знания. Давали и теорию, и практику, и оказание самой взаимопомощи. Как раз в госпитале Дарья Крепышева встретилась с врачом-травматологом медицинского отряда специального назначения Игорем Дягилевым. В зоне спецоперации экс-министр здравоохранения КОМИ находится уже второй год. И точно знают, что такие занятия по тактической медицине спасают жизни бойцов. Знания по тактической медицине важны, и бойцов надо обучать еще до командировки, до заключения контракта, либо в своих регионах, либо уже здесь, находясь на полигонах, надо этому обучать и показывать. Потому что часто бывает, особенно в начале спецоперации, когда бойцы сами все накладывали повязки, жгуты, не в правильном месте, как правило, выше или не требуя наложения жгута при каких-то венозных ручениях. И поэтому приходилось порой ампутировать конечности, может быть, и не один раз. Поэтому сейчас это уже реже, но тоже было. Танкисты, связисты, мотострелки, штурмовики – гражданские. Инструктор-волонтеры Центра «Архангел» уже обучили больше 10 тысяч человек. В среднем одно занятие идет 5 часов. Ставка, конечно, на практику. За день, вот за полный день, вполне, я считаю, с помощью вашей методики можно, так скажем, базовые вот эти понимания. Тем более вы привозите хорошее, так скажем, снабжение, есть с чем работать. И у ребят большой интерес возник, конечно. Немного передохнуть и собираться в очередную командировку в зону спецоперации. Такие планы и у Дарьи Крепышевой, и у других волонтеров Центра тактической подготовки «Архангел». Виктория Палкина, Телеканал Юрген.